Святая Покровительница 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 То, о чем отец Дмитрий сейчас проникновенно сказал. И у нас есть особое место, оно не одно, но такое место, которое все знают, 12 километров московского тракта, где находится место, где людей многих и многих тысяч привозили туда, либо уже убитыми, либо там убивали, расстреливали. И когда там доводится быть, люди заезжают, место такое яркое, памятник там сейчас поставили известного архитектора. Люди останавливаются, ходят, смотрят, как-то так ошарашенные. И слышу слова, которые произносятся, бедненькие, бедненькие, с таким сожалению, бедненькие. Бедненькие ли? Бедненьким ли был святой священно-мученик Аркадий, расстрелянный в 1937 году в городе Екатеринбургия? Бедный или богат он был? Несчастным, как кто-то бы, может быть, назвал его? Или счастливым? Знаете, тут есть одинаковые, достаточные камушки. Один камушек можно выточить из алмаза, а другой из стекла бутылочного. И так, внешне они будут очень даже похожи. Но ценность одного и ценность другого, они несоразмеримы. Одни играют дети в песочнице, а другой выставляют на каких-то особых выставках, люди смотрят и торгуются, и ищут, чтобы поменять, какую часть своей жизни поменять на то, чтобы приобрести вот этот маленький ограненный кусочек земной материи. Как отличается ценность. Почему одно ценно, а иное нет? Потому что заодно люди готовы отдать свое состояние, готовы проливать свою кровь, а другое валяется в песке. Все так относительно. Так вот, бедненькие ли те люди, которым было за что отдать свою собственную жизнь? Священно-мучник Аркадий Екатеринбургский. Бедным ли он был, если ради ценности, которые он приобрел, ради веры православной, ради Господа нашего Иисуса Христа, ради его Святой Церкви, ради людей, которых ему вручил Господь, он оставил, отложил все то, что ему мешало, все то, что ему было лишним. И он с ревностью, с радостью, с любовью служил, служил Господу, Церкви и людям. Он много путешествовал по уральским просторам. Он много сил полагал на то, чтобы встречаться, молиться, учить, наставлять, общаться с Господом и с людьми во всех уголках нашей земли. Он отложил многое и многое. Он своих детей, воспитанием которым признан всякий родитель, он их как-то немножко отставил в сторону с тем, чтобы служить Матери Церкви, чтобы приобретать больше и больше богатства, которые ему открывал Господь каждым днем его жизни. Он обогащался каждый день. И когда люди приходили, помраченные люди, вот этими страстями, революционными, мятежными, и предлагали ему как-то это богатство оставить, да что ты делаешь, да оставь ты это служение, будь как все люди, будешь счастливым. Для него это было смешно, это как бы предлагали человеку разбитые бутылышные стекла вместо драгоценного ограненного бриллианта. Вот так в глазах христианина выглядит предложение отказаться от богатства веры, от богатства богообщения и променять на все, что угодно. И он не соглашался, он продолжал жить, жить по правде, облегчать тех людей, которые разрушали церковь, обновленцев, утешать тех людей, которым было тяжело и тяжелее, чем ему. И все это завершилось тем, что выбирая между жизнью со Христом и расстрелом, между жизнью со Христом и расстрелом, и между жизнью вот так, как все, он выбрал Христа, и он выбрал такую смерть. И это было совершено, но можно ли назвать вот этот поступок безумным, можно ли назвать его, этого человека, бедненьким? Да нет, он богат, он счастлив, потому что он жил полной счастливой жизнью, наполненной служением, наполненным... Ну вот мы так часто, говорят у слова, благодать, но не так часто нам удается соприкоснуться с ней, а жизнь священного обученика Аркадия, то, что двигало его на служение, это была действительно божественная благодать, которая укрепляла его в невероятно тяжелых обстоятельствах его жизни. Он был богатейшим человеком. И в день памяти его хотелось бы пожелать, конечно же, и себе, каждому здесь собравшихся, священников, прихожан, неряд, с тем, чтобы вот это богатство нам совершенно абсолютно открыто для каждого из нас, чтобы не быть бедненькими, чтобы это богатство искать, чтобы это богатство познавать, чтобы это богатство оценивать в своем сердце каждый день, дорожить его, умножать, не чахнуть, как кощей над златом в русских народных сказках, что-то найдя и вот за это держась, а умножая. Бог, он не имеет границ, Бог, он бесконечен. И так же бесконечна наша душа, и она открыта к тому, чтобы бесконечна душа приобретала, стяжевала бесконечные богатства духовной жизни, которые дает нам Святая Православная Церковь. Поэтому в сей день, в день памяти священномученика Аркадия, хочется пожелать всем нам открывать больше и больше богатства, которые нам дает Матерь Церковь. Тогда мы же читаем «Жития святых», но это же богатство. Мы открываем сундук, который переполнен тем, чем можно дышать, чем можно питаться, что можно любить. Тогда мы открываем страницу священного Писания. Но это же такой же кладезь, с которым можно черпать. Вставая перед Богом молитву, мы предстаем еще перед большим богатством. И все это, если мы приобретем, то мы будем счастливыми, богатыми, щедрыми людьми. Не страшно будет, если вирус придет. Не страшно будет, если деньги менять начнут. Не страшно будет, чтобы там вокруг не происходило. Потому что Царство Небесное, по слову Христа, оно внутри нас. Либо есть, мы богаты, либо его нет. А если его нет, то чтобы не было вокруг, какая бы ни была прекрасная погода, какие бы ни были замечательные люди, добрые законы, хорошие набитые социальные пакеты, такой человек все равно будет абсолютно нищим и несчастливым. Он будет бедненьким. Я бы хотел пожелать нам быть богатыми людьми, подорожая в этом отношении святому священному ученику Екатеринбургскому архиепископу Аркадию. Всех воскресенье в памяти святой. Многое и благое лета мы только что пробили. Всем и вам, каждому желаем. Их многих благих лет. Тех, кто причащались сегодня, сугубо поздравляем с этим днем. Несмотря на его кажущуюся будничность и нашу немногочисленность, не зря сегодня в Евангелии прозвучали слова «Не бойся малое стадо», потому что вам Господь благоволил даровать царство. Праздник, пожалуйста! Субтитры создавал DimaTorzok